Проливные дожди в Сомали унесли жизни почти 100 человек. Глава агентства по борьбе со стихийными бедствиями подтвердил цифру в 96 жертв. Постоянные ливни вселяют страх в жителей страны. «Это наводнение в два раза масштабнее, чем предыдущее. Мы не хотим рисковать. Когда идёт дождь, то сидим на улице под навесом, пока дождь не утихнет. Мы приходим в дом только тогда, когда дождь заканчивается, чтобы приготовить еду для детей». Проливные ливни не прекращаются в Сомали и остальной части восточного африканского рога с октября. Их вызвали погодный феномен Эль-Ниния и явление, которое называют диполем Индийского океана. Оба климатических явления влияют на температуру поверхности океана и вызывают больше осадков. ООН называет наводнение худшим за последние десятилетия, поскольку оно привело к перемещению 700 тысяч человек. Сильные дожди усугубляют уже существующий гуманитарный кризис. Его вызвала засуха, а также многолетняя деятельность повстанцев. Глава Красного Креста Сомали говорит, что худшее может быть ещё впереди. «В Индийском океане формируется циклон. В высокогорьях Эфиопии продолжаются дожди. Всё это означает, что это ещё не конец, пик пока не достигнут. Ситуация ухудшается, и эти люди будут страдать ещё больше». В соседней Кении в результате наводнений погибли 76 человек. Там бедствие также разрушает дороги и мосты. Много людей осталось без крова, воды и еды.